Здравствуйте, да, и сегодня у нас очередная наша встреча после небольшого летнего перерыва, хотя сегодня еще последний день лета, но мы уже начинаем новый сезон наших встреч в цикле «Человек, других людях», и я очень рад этому и приветствую всех, кто к нам присоединился сегодня и кто будет эти записи потом смотреть. И, разумеется, я страшно благодарен нашей сегодняшней гости Марине Тёмкиной, поэту, художнику, психотерапевту и, в общем, человеку, пароходу и так далее. Значит, я действительно очень спасибо большое, Марин, что вы так как-то спокойно и не-не-не-не, без всяких каких-то, значит, лишних слов согласились сегодня присоединиться к нам и прийти. И я хочу сказать, что Марина, я читал ее книжки, и она пишет замечательные стихи, и у нее есть такие довольно удивительные, значит, совместные книжки с ее мужем, с которым, значит, скульптором и художником Мишелем Жераром, с которым вот я имел недавно честь и радость познакомиться во Франции, вот. И книжки довольно замечательные, их интересно не только читать, но и разглядывать, и вообще Марина знает толк в этом каком-то совмещении, да, синтезе визуального и текстового. Вот. И вообще во многих вещах она замечательно разбирается, знала и знает уйму всяких замечательных людей, замечательных, когда я говорю замечательных, вообще наш цикл, да, он вовсе не предполагает рассказ обязательно о каких-то знаменитостях, да, и это могут быть самые разные люди, но главное, чтобы эти люди, да, вот в жизни человека, которого я приглашаю поговорить в наш цикл, ну, занимали какое-то особенное место или как-то сыграли какую-то роль, да. Вот. И, значит, кстати, Марина, у меня потом, наверное, будет вопрос, чтобы вас не сбивать сейчас, просто я прочитал в этом био, которое, так сказать, биографии, да, в Википедии, что вы вели или участвовали в проектах устной истории, вот, но об этом, видимо, в прошлом, если останется время. Вот. И, короче говоря, значит, я никак Марину ни в каких-то, да, темах и выборе каких-то, да, персонажей, естественно, не ограничивал, как никого я не ограничиваю, но в конце концов я все-таки поинтересовался, о ком же Марина вот себе вот будет говорить. Вот. И она сказала, что она будет как, каким-то образом говорить о Стернаке. Значит, что страшно интересно, потому что последний раз, по-моему, кто-то говорил о Паспарнаке уже довольно давно в нашем цикле. Вот. И как будет говорить, что будет говорить Марина? Я понятия не имею, поэтому с интересом огромным жду этого разговора и замолкаю, и передаю слово Марине. Значит, потом, Марин, вот вы что-то скажете, то, что вы хотите сказать, а потом, да, будут традиционно какие-то вопросы, я думаю, какой-то еще дополнительный разговор. Все. Я замолчал. Вам слово. Огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо вам большое за приглашение и всем, кто пришел, и всем, кто записывает, кто участвует. Меня слышно хорошо? Нормально? Да, нормально. Вот. Значит, я, конечно, не буду предлагать вам никакого литератору ведения ни в коем случае, а буду вам рассказывать о том, какую роль в чисто биографическом плане сыграл Борис Леонидович своим доктором Живаго и прочими произведениями в моей просто вот личной жизни, да, в какой-то степени, может быть, жизни как поэта, но не столько как влияние. Так вот, значит, началось все с того, что, может быть, это не началось с того, а продолжалось, что когда я была на третьем курсе исторического факультета Ленинградского университета, значит, мне было 21 год, я думаю, и я была беременна. И мой муж, музыкант тогда и потом художник, перевелся из Московской эксенсерватории в Ленинградскую, и нам надо было где-то жить, поскольку, ну, как-то жить в коммунальной квартире и с моей мамой, и братом в одной комнате, ну, так казалось нам как-то уже неудобно. И Сережина, и дедушка, и бабушка сняли нам квартиру, и квартира эта была дворницкая, значит, дворничья, можно сказать, вышла на пенсию в их доме и на лесном проспекте, и она полгода жила в деревне, откуда она была родом, там у нее был дом и огород, и сад, а зимой она жила в Ленинграде и, значит, растила внуков. И мы переехали в эту крохотную такую дворницкую квартиру, которая мне очень нравилась, потому что мебель в ней делал столяр какой-то либо родственник, либо друг, либо, может быть, даже больше, чем друг этой самой дворничьихи, и она была совершенно прекрасная такая, какая-то старая такая деревенская мебель, знаете, шифоньеры какие-то там, что-то такое там стояло, очень привлекательное, очень домашнее. Но главное в этом была даже не форма и не содержание, а вот то, как он расписывал эту мебель такой кистью, знаете, как фальшивое дерево. И это было, по-моему, мое первое столкновение с, то, что называется, outsider's art, да, или art brute. И вот мы там, значит, живем, и моя очень близкая подруга, университетская, дает мне прочитать «Доктор Живаго» на три дня. Ну, я, естественно, пропускаю университет и думаю, что я эту книгу осилю там за три дня, да. Вот, книга эта тоже особенная, вот, наверное, вы знаете, что в те советские времена КГБ издавало книги для своего пользования, и это были твердые обложки, на которых ничего не было написано, ни автор, ни название. Но когда ты открывал эту книгу, то ты там все как бы мог прочитать доподлинно. И вот это была такая книга, синяя обложка, и, значит, я ее читаю, пропуская занятия в университете. В это время стук дверь, и входит бабушка моего мужа, я обожала этих стариков. Это были совершенно чудесные старики, заслуживающие отдельного рассказа. И она все время нам что-то приносит. Ну, что бабушки приносят, они там чего-нибудь приносят, какие-нибудь блинчики, там что-нибудь спекла, да. Вот, и говорит, а что ты не в университете? А я говорю, а вот мне книжку дали на три дня прочитать. А, говорит она, а что за книжка? Я говорю, она была библиотекарем, между прочим, бабушка. Я говорю, доктор Живаго. Она говорит, а, ну и уходит. Ставит что-то на стол, значит, и уходит. Через пять минут приходит дедушка. Это просто Хармс такой. Тут и дедушка пришел. Туплю дедушка, дедушка пришел. Приходит дедушка и говорит, что ты читаешь, доктор Живаго? Я говорю, да, я читаю доктор Живаго. Он говорит, а ты можешь ее прочитать за два с половиной дня и дать мне на ночь. На последнюю ночь. Ну, я говорю, я постараюсь. Я постаралась. И ночью, значит, вечером, поздним, накануне того дня, когда я должна была уже в университете возвращать эту книжку подруге, я вручаю эту книгу, значит, дедушке. Дедушка берет эту книгу, и утром он ее приносит мне, как приличный, порядочный человек, знает, что мне надо в университет. И я ухожу в университет. Когда он мне эту книгу возвращает, он говорит, здесь вся правда. А вечером, когда я возвращаюсь из университета, я узнаю, что у дедушки случился удар. Инсульт. И что его вот разбил паралич, и дальше, значит, вся семья как-то сплачивается, там, начинают какие-то деньги, Сережина родители, там, чего-то. Моя семья что-то какие-то там, врачи наскребывает. И дедушку, значит, как-то вытягивают. Но вот в то время, когда его вытягивают, у него вернулась речь, вернулась двигательная функция руки. А ногу он все еще немножко хромал, он тащил ногу до конца жизни, но он много лет после этого еще прожил. Лет, наверное, 10, минимум, может, 12. Вот. И, значит, иногда я сижу с ним, потому что бабушку надо отпустить в магазин. Тогда он мне рассказывает. И вот тут начинается то, что происходит док Режевага, и то, за что, собственно, Бориса Леонидовича ругали неоднократно, что вот у него там какие-то совпадения, смещения, какие-то всякие неоправданные случайности, да, какие-то связи, какие-то загадочные вдруг, да, как-то падают с неба и продолжают как бы двигать вот этот сюжет. И тут как-то я сижу с дедушкой, он еще лежит, и он мне говорит, дай мне мое портмоне. Я думаю, странно, портмоне там деньги, да, а зачем портмоне? Он говорит, дай мне, я тебя прошу, дай портмоне. Он вынимает из этого портмонез фотографию и говорит мне, знаешь, меня призвали на фронт в Первую мировую войну, мне было там 17 лет, и у меня была невеста. И вот это ее фотография. Ну, когда я был в армии, она то ли сама вышла замуж, то или ее выдали. Не было надежды, что я вернусь живой или там неискалеченной, да. И ее выдали замуж. И вот он, значит, всю жизнь, он тогда был, ну, очень старый человек. Может быть, такого возраста, как я. Да, он всю жизнь, была эта война, потом был плен у немцев, потом была, потом была Сталинщина. Многие люди в его семье были в ГУЛАГе. Потом он был одиннадцатым ребенком в семье, одиннадцатым мальчиком. Это важно, потому что все они рожали и рожали, и хотели девочку, чтобы назвать именем покойной матери его отца. Но когда он родился, его решили назвать женским именем, поскольку уже на детстве не оставалось, что дальше будут какие-то девочки там. И так он с этим женским именем прожил, но на русском языке его звали Степан Львович. То есть он стал Степаном, а был он назван Цфанья. Цфанья, Цфанья, Стефанья, как бы, да. Вот, значит, вот эта фотография почему-то на меня подействовала, как вообще гром среди, знаете, ясного неба. Вот вроде они живут таким прекрасным браком. Это очаровательная бабушка, они совершенно чудесные два старика, элегантные такие старые, честные, чистые люди, да. Он носит эту фотографию, свои компортманы, ну просто всю жизнь. Эту память, да. И каким-то образом это связывается в моей голове с тем, что произошло со мной, когда я читала «Доктор Живаго». И все мы, конечно, помним эту сцену чудовищную, когда Лара берет этот пистолет, взяла у своего братика, не очень удачного, да. Да. И идет убивать Комаровского. Она приходит к ней домой. Там, значит, домохранительница говорит, что его дома нет, он на елке. Да. И где он на елке, и она идет туда на елку, и это рождественская елка. Понимаете, мне 21 год, и я такой была книжный ребенок. Сейчас, наверное, таких детей нет, которые полностью погружены в чтение, да. И как это могло случиться? Я очень рано стала читать вообще всякую поэзию. Мой брат почему-то случайно купил Цветаеву в Егорьевске под Москвой и привез мне в 13 лет. А ничего хуже он со мной делать не мог. Потому что на этом часть моей жизни закончилась, а другая началась. Вот. И речь совершенно закончилась. Просто ничего я не могла сказать простым языком, там, соль, хлеб, да. Наступили-то слова странноприимный, юдоль, да. Совершенно-то абсолютно поменялся язык. И, кстати, сегодня день ее смерти, кстати, 31 августа. Она была вообще фигурой культа моей юности долго. Я бы так сказала, что сейчас я уже почти не могу ее читать, но прозу могу. Но как человека все равно очень люблю. Знаете, как-то вот какой-то такой детской любовью, что я стеснялась все детство, что я люблю Цветаева больше мамы. Вообще бывают такие, знаете, вот какие-то сдвиги. Так вот, эта сцена с рождественской елкой и с выстрелом, и со всем тем, что дальше происходит. Я думаю, как я могла не понимать, что это рождественская елка. Это ж не новогодняя елка. Вот это индоктринирование советской, так сказать, вот этот какой-то переезд, да, переезд смысла рождественской елки в новогоднюю. И как я могла до 21 года это не понимать? Хотя я была, наверное, снабиха страшная в это время, да, в юности. И я думала, что я как-то все понимаю, я все там что-то знаю, там по сравнению с другими там подружками своими, да. Вот. И это был какой-то совершенно такой ключ в абсолютно какое-то другое пространство, что елка-то эта рождественская. И это вот какой-то был момент в чтении доктора Живага, который меня тоже переменил. И как я написала Диме, я буду говорить о каких-то биографических моментах, которые связаны с Пастернаком. И я хочу сказать следующее, что вы все помните эту первую сцену, да, Юра Живага на могиле матери, и его увозит его дядюшка. И он будет жить с дядюшкой. А как фамилия? Фамилию дядюшки, да. А фамилию дядюшки как, Дима? Веденяпин. Да, правильно. Вот, а фамилия его Веденяпин. Значит, девичья фамилия мальчика Юры Живага, Веденяпина, да. И когда вы меня пригласили на вот этот рассказ или диалог, я подумала, ну он даёт. Так, так. Вот начинаются вот эти какие-то совпадения. Марина, Марина, я не буду сейчас вас перебивать, но потом, разумеется, я добавлю вам в эту, вот именно в этот нарратив, так сказать, биографически несколько, да, ещё деталей, да, связанных со мной. Ну и Ванна, как выясняется, тоже. Так, продолжайте, извините. Ну вот. И вот, значит, когда я думала о том, о чём мне говорить, я вспомнила наши разговоры в деревне, Дима, о том, что мы говорили о Бродском, немножко, да, и немножко мы говорили о том, чем он был, собственно, отличался в юности, и о той теме смерти, которая, как бы, его была главная смерть, да, потому что до этого смерти в советской поэзии не было. Была смерть за дело народа, была смерть геройская на войне, ну а так, смерти как таковой, которую вот каждый человек видит как перспективу завершения экзистенциального, да, такой смерти не было. Но вот надо сказать, что у меня была хорошая учительница литературы, и когда мы кончали восьмой класс, её звали Вера Исаковна Баас, и она мне нравилась своей фамилией Баас-2С, да, потому что моя мама, девичья фамилия была Ком, тоже К-О-М-М. Мне нравятся вот эти односложные такие фамилии, они и в России водились, да, например, был такой кинорежиссер Ром, да. В общем, их много тоже таких людей. Они откуда-то мне казалось всегда из одного какого-то места туда куда-нибудь пришли, в общем, какая-то была там перемещение какое-то топографическое, вот. И это самая моя учительница, она была такого маленького роста, у неё было такое милое личико живое, такое немножко как у суслика, и она была, наверное, хорошим учителем литературы, но как-то я уже тогда совершенно читала другую литературу, и уже сам издат читала, и всё, и как-то я, по-моему, в полухо её слушала. Но в последний день, мы переходили потом в другую школу, в старшие классы, в последний день она нам сказала, что она будет делать свободный урок. И никто из нас не знал, что бы это могло означать, потому что никаких свободных уроков тогда, значит, быть не могло. И она сказала, когда вот этот урок, значит, это мы уже получили свои там аттестаты, какие-то отметки, да, она сказала, что она хочет поговорить о поэзии. Но тут я ушки на макушке как-то насторожилась, и она начала с Маяковского. Мы тоже не очень-то читали Маяковского тогда, я вот не помню, что мы там проходили, что-то такое, да. Но она говорила о Фреде Позвоночник, вообще о какой-то лирике Маяковского. Она как-то захватила меня. И потом она так плавно перешла на Пастернак. Что было вообще неслыхано, несказано, знаете, сколько мне лет там, 16 лет мне в каком году? В 64-м, да? Вот, и она начинает говорить о Пастернаке, что-то цитирует, и я уже что-то знаю тоже, да. И она говорит об этом с такой душой и сердцем, и все время говорит о какой-то теме. И она говорит, что вот он принес эту тему в русскую поэзию, он, вот, его главное, так сказать, что вот он был такой всякий тонкий, такой всякий, там, разный. Вот, и она цитирует, и она все время говорит о какой-то теме. И я поднимаю руку и спрашиваю, о какой теме? Потому что она не называет эту тему. И она говорит о смерти. Ну, это просто было совершенно что-то невозможное. Во-первых, нам всем 16 лет. Мы тут сидим такие, значит, какие-то огурчики 60-х годов, но вот такие поздние 60-е годы будут у нас, да, нам будет 20, когда это уже 68-й год. И я очень хорошо это время помню. Не только про что происходило в Париже мы слышали по голосам, а что происходило в Чехловакии мы знали уже очень конкретно. Вот. И вот она сказала тема, да. И я помню, что это со мной осталось как-то. Возможно, потому что у меня очень рано умер отец, когда мне было там, еще не было 4-х лет. И от меня долго скрывали, что он умер. Говорили, что он работает на Севере. А на Севере тогда было очень много отцов. И приносил почтальон пенсию. И мама говорила, вот, видишь, это от папы. А я все детство думала, а почему он не пишет письма, почему он не шлет открытки. У нас был телефон в коммуналке, почему он не звонит. Почему он меня не поздравляет с днем рождения или всех нас с Новым годом, да. И так продолжалось очень долго, пока я от нашей соседки, которая, кстати, была полькой, так случайно не узнала. Она спросила меня, помню ли я папу. В общем, она говорила грамматически о нем таким образом, что так о живых не говорят, да. Поэтому это как-то открылся секрет. Ну, как мы сейчас знаем, наверное, уже это знание популярное, что, то есть всеобщее, да, что когда в семье секрет, это какая-то очень сильная дисфункция, да. Но я думаю, что моя мама тоже не знала, как поступать, как жить вообще, да, двое детей на руках там после войны, после таких всяких страшных событий в жизни каждого человека в Советском Союзе, да. Вот, она просто, видимо, сама это не могла принять, не могла мне никак об этом сообщить, как говорить с ребенком о смерти, да. И вот какой-то этот, вот эта наша Вера Исааковна Бас, она вдруг как-то это выпалила, что значит, об этом, наверное, можно, и об этом кто-то говорил, такой уникальный человек, как Пастернак и поэт, да. Еще я хочу сказать, вот эта тема соблазнения и, или, правильно я говорю по-русски, тема соблазнения и тема изнасилования Лары. Ну да, конечно, у нас есть Воскресенье Толстого, у нас есть все, у нас есть Гроза Островского, да, у нас есть такие женские образы, но что меня, вот, не тогда, вот сейчас-то я перечитала «Доктора Живака», вот что хочу сказать вам, что я как бы по-свежему перечитала, это совершенно замечательнейшая книга, просто благоуханная книга, и там, что меня потрясло в этой истории с Ларой, что вся ее симптоматика, ее слезы, депрессия, невозможность что-либо делать, сосредоточиться, отсутствие всяких желаний, ну, в общем, все, что описывает Пастернак, очень точно, совершенно абсолютно так же описывает Набоков, что произошло с девочкой Лолитой. Точно те же главные боли, невозможно что-либо делать, учиться, невозможность вообще жить, да. Интересно, что эти две книги, они были написаны в одно время, и они были написаны и опубликованы в одно время, Лолита опубликована в 1957 году, ну, а книга Пастернака, вот вам не надо рассказывать эту всю хронологию, вы ее знаете наизусть. Интересно, что вот после войны Сталин ввел смертную казнь за изнасилование, потому что наши герои, вернувшиеся после войны, они совершенно распоясались, потому что им разрешали это делать за границей, да, и они привезли вот это поведение в России, поэтому, не потому что Сталин был такой, мы знаем, какой он был, да, монстр, нездоровый, но вот то, что он ввел смертную казнь за изнасилование, это же совершенно что-то совершенно потрясающее, что произошло в огромной культуре, мужской и женской, да, как это, каким образом это вдруг сбалансировалось, да. Ещё я хочу сказать, что вот я никогда не была в Переделкино. Я очень жалею об этом, но когда я много была в Москве, я ездила в Москву ещё девочкой, все школьные годы я ездила в Москву, одна на поезде меня сажали, а московские родственники меня встречали, потому что две маминой сестры и её брат довольно единственный человек такой номенклатурный в нашей семье, он был главным инженером, конструктором, главным конструктором у Илюшина, он делал самолёты илюшинские. И вот они меня встречали, у меня там, значит, была в семье этого дядюшки, была кузина моего возраста, и мы даже ходили на ёлку кремлёвскую, в семье моей другой тётки был мальчик, двоюродный брат. И мы все были одного возраста, и вот, значит, меня туда отвозили, а потом я вышла замуж в Москву в 18 лет. И, казалось бы, у меня было много возможностей, потом я ездила и работала в Заголи, там какие-то делала, в диплом по Фатемасу я там что-то читала. Вот. И у меня было много возможностей съездить в Переделкиной, и я почему-то это никогда не хотела сделать. Я думаю, что это была какая-то резистанция такая, сопротивление вот этому советскому эстаблишменту. Вот там писателям раздают дачи, там и так далее, но, конечно, Пастернака не было уже в живых. Там было много приличных людей, между прочим, несмотря на политику Союза писателей. Вот. Но как-то мне никогда этого не приходило в голову. Тем более, что потом, вот, в годы стагнации, в 70-е годы, я уехала в 78-м, но в годы стагнации стало происходить какая-то такая заметная, незаметная, что ли, слияние вот культуры андеграунда и культуры эстаблишмента. Потихоньку это стало происходить. Уже было трудно отличить там того же Толю Наймана, о котором мы говорили, да, там, скажем, от рождественского. Но как их отличишь друг от друга, да? Вот. Поэтому, вот, я жалею и надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я приеду в ваш музей и там что-нибудь увижу, чего мне не виделось издалека. И еще последнее, вот, я хочу сказать о какие-то вещи, как сильно повлияли эти стихи из романа, да, на того же Бродского. Ведь там просто такие отголоски. Вот у Бродского, вот, у Пастернака это слово «выговор», да, и у Бродского блуждает выговоры еврейский в рождественском первом стихотворении, которым он написал в жизни, еще в Ленинграде, еще до того, как он сидел, да. И то, как... Я могу привести очень много примеров, потому что и Бродский употреблял это слово «страстная ночь», и вкус от жизни в этом мире, как будто наследил в чужой квартире и вышел прочь, да. Очень много просто пастернаковских слов и тропов в раннем Бродском. И еще хочу сказать последнее, что и Пастернак даже вот в начале, да, в этом стихотворении Гамлет, да, вдруг вот возникает эта христианская тема, да, «Авэочи». И потом она продолжается, конечно, да, «Успение Господне». И он был не единственный, и он был не крещеный. Мария Юдина была, конечно, крещена, она была в полном смысле, так сказать, имела право на все, что она делала. Но вот эти два еврея и другие люди, они, знаете, не хотели расставаться с традициями и ценностями старой культуры. Они хотели вот эту, как бы, христианскую часть в самом таком гуманистическом, что ли, смысле сохранить, может быть, оставить хотя бы как-то в состоянии руины, да, но это какой-то отдельный такой момент, который совершенно необходимо о нем говорить, что эти люди хотели сохранить вот ту старую русскую культуру, которая была совершенно не идеальной, и абсолютно не была, как бы сказать, примером для подражания, да, но тем не менее, тем не менее, что-то в ней было очень дорогое, нужное и важное людям, да, что вот это надо было сохранить. И я думаю, что когда он писал эти стихи, которыми кончается роман, да, это был какой-то невероятный вклад, вот, в культуру. Не просто тем, что человек книгу написал, роман написал, историю рассказал, да, рассказать историю очень важно, а тем, что он в эту историю включил какой-то, я не знаю, огромный исторический пласт, который был убит, да. Да, ну вот на этом я кончу. Спасибо огромное, Марин. Конечно, сейчас надо, я уверен, что, ну, вы столько затронули разных тем, и так замечательно все это сказали, что я уверен, что сейчас будут и вопросы, и какие-то отклики, и, значит, всякие слова, сказаны вам, вот, я просто хочу, пока не забыл, сказать, что, ну, поскольку вы упомянули, да, о Бродском в связи с Пастернаком, с Пастернаком, да, ну, вы знаете, замечательно, он написал о, ну, вот, именно о Живаговском цикле, а конкретно о стихах, посвященных Марии Магдалине, да, вот об этих двух стихотворениях пастернаковских, где он замечательно сравнивает их с Цветаевскими стихами, ну, вы помните это, да, и делает это совершенно блестяще. Я, когда говорю о Пастернаке, я всегда цитирую там кусочки из этого разбора Бродского, они просто очень тонкие, точные и страшно интересные. Ну, а то, что, так сказать, помимо всего прочего, что я не... Это интересно, действительно, вот, ну, Пастернак просто создал, как бы, русский канон, как можно говорить на евангельские темы, да, и никто не может выйти из него. Люди понимают, что они повторяются, да, что они, так сказать, попадают, ну, те же, как бы, какие-то, да, на те же тропинки, что, вообще говоря, плохо, ну, как мы все знаем для поэтов, но не выбрался Небродский, несмотря на то, что у него есть удачные, да, такие стихи, но все равно это все внутри вот этого заданного Пастернаком, конечно, способа говорения об этом. всем, и... Нет, ну, слушайте, Пастернак, это, конечно, удивительная история. Марин, просто, поскольку вы упомянули, значит, о... Ну, понятно, да, я тоже мне... Ну, я был, пожалуй, мне было лет 16, когда мне принесли, и книжку не такую, не КГБшную, а, значит, изданную, ну, там издательскую, я не помню, это было, кажется, издательство Чехова, могло так быть, в общем, да, вот, кажется, да, это была такая настоящая, значит, книжка. Вот, я начал читать, мне было лет 16-17, и, конечно, увидел на второй странице свою фамилию, а дело еще в том, что вот эти похороны мамы Юры происходят накануне покрова, как вы помните, да, и начинается снег, и вот этот покров и снег, это дело... А я родился 14 октября, понимаете, значит, и всегда шел в снег в этот день. В течение многих лет вот эти снегопады на покров день, потом этот снег таял, да, но это было каждый год, и это тоже как-то все было удивительно. Ну, не говоря уж о том, это, как я рассказываю, как курьез, но для меня это просто, вот, так сказать, что называете, верьте или не верьте, но я даже говорил с врачами на эту тему, и мне сказали, да, ну, теоретически такое возможно, значит, хотя это, ну, звучит как полная, ну, какая-то невозможность, а именно, значит, что я, это первое мое слуховое, Марин, воспоминание, что я слышу, как родители обсуждают, значит, вот, вот, ну, говорят о смерти Пастернака, а Пастернак умер, как мы помним, в 60-м году, значит, 30-го мая, а я родился 14 октября 59-го года, то есть, мне 8 или 9 месяцев, значит, может такое быть или не может, я не знаю, но мне сказали, что да, в общем, теоретически это возможно, это мое просто первое воспоминание, что я слышу, как родители обсуждают и говорят, вот, Пастернак там умер, и так далее, значит, ну и так далее, там еще всяких, масса совпадений, удивительно, и, ну, говоря уже о том, что через Пастернак, я увидел там, не знаю, Подмосковье, еще какие-то вещи, но это то, что делают всякие поэта, он открывает нам мир, который до этого мы не видели, да, и через, но именно через Пастернак, я увидел какие-то эти цветы, кусты, и для меня Подмосковье, и дача, и вся эта, очень важные для меня такие, да, образы, символы, я не знаю, как их назвать, так сказать, вот эти, числа, так сказать, да, они связаны с Пастернак. В общем, значит, я безумно вам благодарен, и, что называется, открываю теперь для всех, да, пожалуйста, ваши вопросы, включайте микрофоны, если они у вас выключены, и спрашивайте Марину, потому что потом я еще хочу Марину попросить, да, поскольку, ну, как бы, да, мы имеем дело с поэком, довольно глупо отпустить Марину, не попросив ее, ну, хоть чуть-чуть не почитать стихи, поэтому я надеюсь, что эта, так сказать, часть тоже сегодня состоится, вот, но сначала по этому, ну, сообщению, может быть, у кого-то есть вопрос, пожалуйста. Да, у нас есть, у нас есть несколько вопросов, вот, передаю нашему специалисту, который по вопросу. Я прошу прощения, я просто не сразу, не сразу появилась, вела экскурсию, вот, присоединилась чуть позже, поэтому у меня там, я там не мелькала, меня зовут Татьяна, и вот сейчас как раз мы, вот, начали такую вещь, мы опрашиваем людей, это вот очень интересно, первое восприятие романа, доктор Живаго, вот, может быть, детское, может быть, какое-то, вот, могли бы вы, Марина, как-то, ну, более общо, что ли, вот, описать свое первое восприятие, может быть, не детали, вот эти замечательные вы рассказали, а можно как-то, ну, обобщить, что ли, это впечатление. Ну, вы знаете, вот, я бы так сказала, что я сейчас ведь только что опять прочитала этот роман, я бы сказала, что он подействовал на меня сильнее, может быть, вот сейчас, потому что мы находимся в другое историческое время, да, другие войны, другие проблемы в мире, другая русская история и так далее. Поэтому я бы сказала, что вот как раз все эти случайности, совпадения, совпадения и так далее, они на меня не произвели никакого такого нового впечатления. Мне вообще кажется, что это все настолько часть жизни, это часть которой, я как-то всегда, почему-то я пришла к такому выводу, домашнему, что, знаете, вот, как бы сказать, граница между хаосом и порядком, она как раз все время пересекается вот такими, какими-то случайностями, столкновениями, совпадениями, там, и могу вам привести один из моей жизни или даже не один. Вот я начала рассказывать о дедушек и бабушек. Когда мне было 16 лет, меня пригласили на дачу в Усть-Нарву моего покойного отца, друг, и у него были дети моего возраста. И, в общем, вот там я познакомилась со своим будущим, будущим мужем, и мы подружились с целой группой детей, ну, таких подростков, да, играли в волейбол, ну, что дети делают, да. Вот. Он играл замечательно джаз, этот мальчик Сережа, и приехал из Баку и говорил с диким акцентом таким, бакинским, с чем он отличался. Он был в белых джинсах, в черных очках, и совершенно отличался от тех сереньких детей, которые ленинградских таких, да. Вот. И, значит, когда он уезжал в свой этот Баку, кончилось лето, и мы его все провожали группой, и туда пришли его дедушка с бабушкой, с которыми я вот летом познакомилась, значит, да. И когда мы, поезд ушел, его дедушка меня спросил, Марина, откуда родом твои родители, как они попали в Ленинград. И я ему сказала, что мои родители были даже соседями, и они из такого маленького города, Штеттл, да, такой, который назывался Речица. Это примерно 20 километров, это на Днепре, и это примерно 20 километров от Гомеля. Он встал, как вкопанный на этой перроне и сказал, но мы ведь тоже из Речицы. Это два поколения в его семье совершенно случайно. Его дочь вышла замуж за человека, его дочь, которая была рождена в Витебске, потом в три года переехала в Ленинград, да, она тоже вышла замуж за человека из Речицы. Совершенно, знаете, в непонятном причинам. Потом я, когда познакомилась с Бродским, он меня спросил, естественно, ну, о чем говорят люди из Ленинграда, там, да, как бы, где вы жили? Потому что, где он жил, знали все. Я жила на улице Радищева. Эта улица, значит, улица Радищева, она вполне такая центральная улица, и она, этот дом был угловой, с улицей тогда называлась Красная Связь, сейчас называется Веленский переулок, о котором писал Кузьмин, и когда к нам приходил в гости Саша Парнис, он иногда у нас начинывал, он говорил, ха, Ахмата выжила на Красной Коннице, а Темкина на Красной Связи. И вот я ему говорю, что я, значит, жила на улице Радищева. Он говорит, а где это? Он не мог не знать. Это просто, ну, знаете, ну, тот же район, это совершенно невозможно не знать. Много лет спустя я узнала от Валентины Полохиной, что вот эта улица, где стоит церковь, да, около Лисейного, там, где они жили до 15 лет Иосифа, до переезда в дом Мурузи, эта улица называлась Радищевский проезд. Прошло много-много-много-много-много-много-много лет, и в Калифорнии, в Доме творчества, я познакомилась с моим вот теперешним мужем Мишелем Жераром. И он мне говорит, а откуда вы из России? Я говорю, я из бывшего Ленинграда, теперь Санкт-Петербурга, он встал как копанный и говорит, я в Париже рос на улице Рю де Ленинград. Поэтому, понимаете, как вот, я хочу сказать, что доктор Жваг, он всегда, даже сейчас он больше, чем когда-то, потому что сейчас мы не спрашиваем себя о подлинности этого опыта, о подлинности этого опыта, который описан в этом романе. Я думаю, что Пастернак старался что-то завуалировать из своих биографических, но теперь они, многие из них открыты, да, эти источники. И, конечно, в Екатеринбурге, вот мы там одно время туда собирались сделать проект, что есть какие-то музеи в Юриатине, Барыкине, да, эти, эти, вы знаете об этом, да, что, что там есть музей, туда ездят экскурсии, вот, так что это впечатление... Юриатин, это же Пермь, разве нет? Это Пермь. Ну, в том-то все и дело, что, как бы, по мотивам романа там есть такая экскурсия, да, так что, ну, Пермь большой город, как известно. Да, да, да. Большой лагерной темой. Вот. Ну, что я хочу сказать, у меня есть близкий друг Яша Клотц, такой профессор, который написал книжку, изданную в НЛО, поэта в Нью-Йорке, он из Перми как-то. Потом есть такой замечательный куратор, Илья Шепеловских, директор Ельцинского центра в Эксеринбурге, который был, вообще, он Пермяк, он из Перми тоже. Он тут, он курировал одну выставку в Бруклине, в которой мы участвовали с Мишелем. Но я даже не про это хочу сказать, а про то, что вот впечатление от романа и тогда, и сейчас какое-то ужасно физиологическое. Знаете, вот физиологическое. Вот хотите, я вам прочитаю список слов. Список слов. Можно я прочитаю? Коротенько. Я иногда делаю такой список слов, да? Например, которых я или не знаю, или я знаю, и они мне о чём-то остро говорят, что вот я как бы должна на них посидеть, да? Поле, поросшее колючим бутягом. Что такое бутяг? Это, знаете, почти то же самое. Там не так много слов, которые я не знаю. Но когда я читаю, например, Анну Каренину, да, я знаю, что я там не знаю огромное количество слов, связанных с, ну, возделыванием поля, там, да, каким-то агрикультурой какой-то, да? Я просто не знаю ни этих инструментов, ни этих глаголов, ни этих культур, ни этих растений. Я уже не знаю их, да? Или, например, вот такое. А что такое бутяг? Так ответьте нам. Потому что я знаю бутяг, но это другое. Бутяг. Бутяг, бутяг. Да. Запах гелиотропа. Кто-нибудь помнит, что это за запах? Это детство люверс, по-моему, начинает с этим. Запах гелиотропа. Я не знаю запах гелиотропа. Я не знаю, как выглядит. Я, конечно, могу сейчас залезть в гугл и там все это узнать, видеть. И наверняка я, я что-нибудь пойму, да? Например, такое. Заговаривавшийся ветер ночами. Заговаривавшийся ветер ночами. Не ветер, заговаривавшийся ночами, запятая, да? А заговаривавшийся ветер ночами. Знаете? Вот, что это Лидия, Лидия Аклина Генберг говорила, что у него такой безудержный метаморфизм. Ну, это вот в ранней прозе, конечно, да? А потом, например, вот я записала выговор, отчетливый, приотчетливый, слегка астзейский. Я знаю таких людей, то есть знала, они уже на том свете, но я знала таких людей. Например, людей, которые росли в Прибалтике, в Балтике, доалтийских странах, до войны, потом они стали советскими подданными, но русский язык не был для них родным языком. Немецкий был. И они должны были там как-то выучивать, ну, там война еще была, да, еще было, еще было много страшного. Вот. Но потом они должны были выучивать русский язык, чтобы получать какое-то образование свое, да? И вот эти люди, я знаю, у меня, моей очень близкой подруге мама, была такая вот женщина, ее родной язык был немецкий. И она говорила с таким каким-то, и я не знала, как его назвать, никогда бы не знала. И вдруг я читаю в «Докторе Живаго», вот этот отчетливый, приотчетливый, аздийский, да, это абсолютно точно, абсолютно, то есть я хочу сказать, что вот в этом романе столько каких-то, как какой-то материальной культуры, конечно, хотя она умирала, и он показывает эту смерть материальной культуры, эти картофелины, да, там, и так далее. Бивак, ну, понятно, это лагерь, но это такой бивак, бивак, это наполеоновские войны, да, мы знаем эти слова из войны и мира, конечно, да, ну вот, просто цитата, «Со всей России сорвало крышу». да, вы знаете, как эти крыши, и крыша, и сейчас мы говорим, да, крыша поехала, правильно, а когда это написано, это же написано за, ну, 70 лет до нас, 75, три четверти века, в кусках для вида, сшитых на живуху. вот это формообразование с такими суффиксами, да, на живуху, сейчас очень популярно в России, но тогда, вот я не знаю, как бы, был ли он таким человеком, который был очень остро внимателен к таким вещам, наверняка, наверняка, да, там очень много такого фольклоризма какого-то в докторе Живаго, ну, там селки, молотилки, понятно, вот смотрите, ребенок квелился, как говорят няни, или квасился, ну, квелый мы и сейчас говорим, да, квелый мы говорим, но квелился, я не слышала очень давно или никогда, вот только перечитав доктора Живаго, и слово квасился, конечно, просто оно снова возникло, да, армейщина, мы не привыкли ей верить, но это, кажется, уже детство люберс, потому что я сразу попала читать воздушные пути, медополам, медополам, это какое-то слово из моего детства, ткань, да, но я вот не представляю ее, я уже не помню, что это, я не помню, какая, какая это ткань, что это за текстиль такой, ну, и, конечно, вот это просто, я уже просто болею этим, представитель русского бродильного начала, ну, ну, сладко, но потом еще, знаете, вот, например, я посмотрела из предисловия, по-моему, как раз, которое писала Гинсбург, если я не ошибаюсь, он писал в письме Шаламову, не утешайтесь ни правотой времени, это гениально, не утешайтесь, то есть, как бы, не сваливайте, знаете, вину, да, не утешайтесь, потому что мы можем сказать, что вот я такой хороший, а время такое плохое, и они все плохие, и там они сидят плохие, и тут сидят плохие, да, не утешайтесь ни правотой времени, великая мысль, ну, и так далее, да, не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Таня, спасибо большое. Хорошо, спасибо, Марин, еще какие-то вопросы, или реплики, или какие-то отклики, пожалуйста. Спасибо. Лена убежала, или Лена здесь? Нет? А, у нас выключен звук, да, вот. А, Лена здесь? Лена здесь, конечно, Лена сидит, и все слушает, но можно ли я спрошу о другом, а не о Пастернаке? Дима, ты сказал, что Марина участвовала в Устной истории, в проекте Устная история, и я бы хотела спросить Марину о том, кого она записывала, и было ли это интересно, и кто был наиболее интересен, и вообще, как разговаривать с людьми, с которыми ты встречаешься, и время, которое отстоит от нас на много-много десятилетий вдруг становится совершенно реальным, прямо рядом с вами записывающим, если я правильно поняла, что Марина вот в этом участвовала в проекте. Да, Марина, можете тогда немножко... Знаете, у меня так получилось, что я сначала получила какую-то... работала скромным переводчиком, да, в организации, которая занимается переселением беженцев, я проработала много лет в таких организациях, вот когда переехала так называемая перестроечная волна, я решила, что я как-то могу помочь соотечественникам, может быть, лучше, чем помогали нам, и, значит, устроилась туда на работу, и потом, проработав там, наверное, лет пять или шесть, я получила очень такую большую литературную премию американскую, совершенно неожиданно, и ушла с работой. Это было очень неправильное решение в моей жизни, потому что потом, прожив год или полтора свободным художником, это единственный год такой был в моей жизни, счастливый, когда я могла не работать, а полностью что-то делать для себя, и участвовать в проектах Мишеля тогда я могла лучше. но потом у меня не было работы совсем никакой, я ее искала, и было очень трудно с работой, и меня пригласили в проект Стивена Спилберга, он тогда организовывал свой фонд Шоа, и вот эту, всю эту такую большую программу опроса оставшихся в живых, переживших Холокост, Одновременно я начала читать интервью психоаналитические с детьми, пережившими Холокост, и там очень много узнала, и это вообще самое страшное чтение в моей жизни, но тогда, когда они давали интервью, они были уже вполне взрослыми людьми, даже стариками, можно сказать, хотя это слово очень непопулярно на английском языке. Так вот, значит, началось обучение нас, и мой муж говорил мне, не ходи, это не для тебя, ты это не сможешь, ты не будешь спать, ты не будешь там, в общем, вознедовидишь мир, вот, ну, нас учили, как это часто бывает в американских таких тренингах, с 8 утра до 8 вечера, нас сначала завтраком кормили, потом нас учили, потом обедом нас кормили, потом ужином, и мы оттуда, значит, на слабых ножках, еле-еле ковыляя, значит, действительно, в соплях и слезах покидали оттуда, нас учили историки, вот, но потом я в конце решила, что я все-таки этим буду заниматься, потому что я тоже историк все-таки, я свой университет кончала, и знаете, как невозможно вынуть, наверное, самбиста из человека, как невозможно вынуть, там, я не знаю, так невозможно вынуть историка из человека, и то, чем я сейчас занимаюсь, вот психотерапия, психоанализ, это, как говорят психиатры, это история одного человека, так вот, я начала, значит, интервьюировать на двух языках, переживших Холокост, и тут вы совершенно правы, потому что эти люди, они никогда об этом не рассказывали, они не хотели ни себя мучить, ни близких, ни своих детей, ни внуков, и даже если у них и были номера на руках, или какие-то другие страшные истории, просто на теле раны, да, или что-то, они выиграли об этом очень часто, ну, вот, татуировка, там, не обращая внимания, знаете, вот, мало кто об этом рассказывал, в конце концов, эта программа проинтервьюировала 80 тысяч оставшихся живых на многих странах, я ездила в Украину тогда, вот, 96-й год, по-моему, уже тогда я была опытным интервьюером, и я обучала людей, как это делается, и там, конечно, это было совсем не так, как в Америке, потому что в Америке это опыт Европы, скажем, да, какой-то прошлый опыт Европы, тогда как в Украине это было совсем иначе, там, например, кто-нибудь мне говорил, а вот видишь вот красную крышу вот там Настя, вот она меня выдала, а видишь вот эту вот крышу зеленую, по соседству вот, та же улица, те же дома, она мне носила хлеб и картошку в гетто, и вот так люди, как они жили до войны, так они и после войны живут, вот так же, в том же общине, по тому же соседству, как бы, да, поэтому это очень другой опыт и совсем такой тоже тяжелый, значит, вот что я хочу сказать, я единственная устную историю, которую я читала на русском языке, это интервью с Бахтиным, это был человек, его фамилия была Дувакин, правильно? Дувакин, да, и потом еще я читала книжечку, его интервью с человеком, которого я знала, это Александра Вениаминовна, боже, как ее фамилия, все ее знали, она была свояченицей Фалька и жена директора гассета, который уехал, она была режиссером, помогите, помогите, шлирос, ну, все знают ее, ну, могу пойти тебе найти книжку, но это время займет, и вот, вы знаете, он на самом деле не умел интервьюировать, потому что он все время перебивал, он Бахтина все время перебивал, вот только Бахтина что-то хочет ему рассказать, он сразу его, потому что у него свои вопросы, знаете, Александра Вениаминовна ему ничего не рассказала, а она была просто замечательной раскачатся, вот, ну, что сказать, начала рассказать, что вам хотелось рассказать, вот, демонстрация, что вам хотелось рассказать, что это вам ходит на ум, потому что они могут Это может быть вот там скатерка у вас такая симпатичная, вот она может быть к чему-то нас привести, да. Так что потом, когда я закончила там работать, это было три года, и нам не разрешали делать больше одного интервью, иногда два в неделю, потому что они понимали, что это эмоционально не выдержать. Потому что после такого интервью просто мир смердит, знаете. Вы понимаете, что одни люди могут сделать с другими людьми. И что интересно, что эти люди, они иногда, как бы, как сказать, они иногда одинакового образования, да. То есть у них есть какие-то культурные такие опорные точки, да. Но тем не менее, что они могут сделать друг с другом? Сейчас вот вышла новая, я не помню, книга ли это, или это фильм, это книга, кажется, о Лене Риффенстайл, вот, об этой режиссёрше, которая снимала Олимпийские игры в 36-м году. И потом делала вид всё время, что она не поддерживала нацизм, а сейчас есть просто абсолютно доподлинные плёнки с её телефонных разговоров, письма разных других нацистских начальников, которые уцелели. И она до последнего дня справляла там какие-то праздники нацистские и так далее. Ну, её фильмы об африканцах тоже об этом говорят, да, вот это такое, какое-то эстетика тела, сильного мужского тела, да, вот, это обязательно. Так что я вам сочувствую, я на этот вопрос не могу ответить, потому что это вопрос очень личный. Каждый из нас, кто интервьюировал, а я потом делала, как-то это называлось, образовательные такие семинары, что ли, потому что было много людей в Америке, которые хотели бы интервьюировать, знаете, просто из общин, там, учителя, журналисты, психологи, но они совсем не знают, чем отличается Польша от Румынии, к примеру, да, или там, чем отличаются, например, Судеты от, там, не знаю, Альп, да. Поэтому я не думаю, что я как-то особо преуспела в этих образовательных семинарах, но люди ходили ко мне, там, раз в неделю, по-моему, и задавали те вопросы, которые они не могли. То есть, если вы чего-то, знаете, если человек из Польши, к примеру, да, или из Румынии, или из Венгрии, или из откуда-то, из Франции, кстати, у меня были такие люди, живущие в Америке после войны, была очень большая миграция французов, французских евреев в Америку, после того, что они пережили во Франции, или не пережили их близкие, да, и если вы не знаете, вот если вы, как бы, этой культуры не знаете, европейской, да, истории, топографии, да, то какие вопросы вы будете задавать, это большой вопрос, понимаете, и что они вам могут рассказать по этому. Но, конечно, были страшные моменты, например, один из моих самых-самых-самых тяжелых моментов, я могу вам рассказать, опроса, это была такая наша одна бабушка, она, тогда я была еще не бабушка, тогда, в 96-м я еще была вполне такая молодая. Вот, значит, они были, соответственно, люди другого совсем поколения, и мы говорили им заранее, что мы дадим им пленку, наш подарок, вот, за это интервью, это мы дадим пленку, чтобы она оставалась в семье, как история, да, и что мы никакого не делаем, никак не вмешиваемся в эту пленку, никакой редактуры, никакого, там, монтажа, ничего. Вот, и несмотря на то, что люди все это знают и подписывают эти бумаги, они, как бы, вроде как осведомлены, и в какой-то момент, и я с кинооператором, да, который не всегда говорит по-русски, и, значит, вот эта женщина, она увлекается рассказом, и она говорит мне, что, ну, конечно, знаете, меня изнасиловали, она говорит, вот, когда я попала в лагерь, то есть, ну, она совсем была молоденькая девочка, меня изнасиловали. Ну, как-то, к счастью, вот, этот человек, который это сделал, куда-то его переместили, в общем, после этого вроде с ней этого не случалось, но это осталось на всю жизнь, конечно, у нее, да, и она мне на пленку говорит, только не говорите никому из моих близких, они не знают. Я не знаю, что делать. Мы останавливаем пленку, я прошу кинооператора этого оставить пленку, и в это время почему-то, знаете, доктор Живак наступает, в это время она живет в Бруклине, да, в каком-то таком доме, где есть сады, там, какие-то там полисадники, чего у нас в Нью-Йорке почти нет, в Манхэттене. И там в этих кустах вдруг начинается страшный ор птиц. Они начинают так кричать просто какими-то нечеловеческими голосами. И мы с ней подходим к окну. Она говорит, да, говорит, это бывает иногда, знаете, не волнуйтесь. Я говорю, эти птицы, они нам будут, я спохватываюсь и говорю, что эти птицы нам будут мешать интервьюировать, да. Она говорит, ну, давайте там закроем форточку или что-то, и мы продолжаем интервью. Ну, в общем, я хочу сказать, что да, там бывали такие всякие моменты тяжелые. Ну и вообще это тяжелое дело, это тяжелое дело. Интервьюировать других людей. Потом я после этого проекта очень вдохновилась, и с группой товарищей мы сделали такой проект некоммерческий устной истории нашей миграции. Потому что у нас было невероятное количество интереснейших людей. Но в том числе мы очень хотели опросить женщин, которые были в советской армии, воевали во время войны. Они тогда еще были как огурчики. Они у нас все на Брайтен-Бичи плавали там, катались на велосипеде бабушки. Вот, они были снайперши, они были летчицы, они были танкистки, кто хотите, да. Ну, конечно, они были врачи и медсестры, они были поварихи. И я 10 лет мучилась этим проектом, пытаясь его... Меня избрали президентом, потому что я вот тогда как раз у меня не было... Я была единственным человеком, который из всей нашей, как бы, вот, компании, которая называется Совет директоров. Я была единственным человеком, который не работал. Работал только, ну, такой, почасовик, да, я была. Вот, я мучилась этим проектом. Я, то, что называется, failed fundraising razor. Как это перевести, Дима? Неудачливый, да. Да, неудачник, неудачник, как это сказать, который не смог собрать деньги на этот проект. Вот у нас был один такой проект, это опросить женщин, которые воевали. Потому что, вы знаете, все цифры советские, официальные вранные, было очень много женщин, очень много женщин в советской армии. Они дают какую-то официальную, просто какую-то мизерную там цифру, чуть ли не 180 тысяч, но это, извините, огромное. Есть некоторые, есть некоторые источники даже в советской литературе, которые не у Нагибина, а у кого-то другого. Ну, могу вспомнить. В общем, писатели того времени, да, которые писали военные воспоминания или военные рассказы, там везде женщины. Куда не зайдешь, везде женщины. Боевые подруги. Вот. И это наш был один проект. Второй наш был проект, это опросить людей Круга Бродского, потому что он уехал в 1972 году, и он потащил за собой огромное количество друзей и знакомых. И я даже думаю, что если бы он не уехал, не было бы такой эмиграции. Хотя я понимаю, что это звучит, как приблизительно Анна Андреевна Ахматова говорила, что холодная война началась из-за нее, из-за ее встречи с Берлином, да? Вот. Ну, это смешно. Но это, на самом деле, это, конечно, не так, но это и так тоже. Потому что вот эта какая-то глубинная интеллигенция, интеллектуальная такая элита не расстается легко с языком, не расстается легко с местом. Вот Дима этому свидетель или жертва. Вот. И никто из нас не уехал прямо радостно на крыльях птесней. Это все отрываешься с кровью. И что бы кто ни говорил, я думаю, в моей эмиграции не было ностальгии, это правда, потому что было сознательное решение, и мы были взрослые. Но что-то потом тебе говорит, что это не так, что ты очень в таком находишься динайле, да, что ты находишься в таком отрицании, что ты очень гордый такой, и думаешь, я сделала свое решение, какая у меня ностальгия, никакой. Так что ответить на ваш вопрос трудно, но это необходимо. Это необходимо. Вот сейчас Дима рассказал, что его первое воспоминание, что его родители обсуждают, что умер Пастернак, и я сейчас вспоминаю, что у меня тоже это было дома. Конечно, мама говорила, что Пастернак умер. Конечно. Хорошо, спасибо. Еще какие-то, да, вопросы или реплики, или может быть что-то кто-то хочет уточнить? Пожалуйста. Я еще скажу. Еще один короткий вопрос, можно? Мария. Я хочу ответить на ваш вопрос, сейчас его послушаю, что если какие-то вопросы останутся, потому что все приходит на лестнице, как известно, то, пожалуйста, мне напишите или в личку, по фейсбуку, или на... могу всем дать мой эмельный адрес, с удовольствием буду отвечать. Или могу, например, даже кому-то послать книжки свои в PDF, и они есть. Спасибо, Марин. Я не принял. Я не принял. Передам, Лен, тогда ваши все, так сказать, координаты. Да, Лен, чего-то хотела. Точнее, да. Я... Маленький вопрос, можно еще? Конечно. Слабим? Да-да, я. Марин, скажите, пожалуйста, а то, что вы потом стали психотерапевтом, или вы были до этих интервью психотерапевтом, или как это связано? И связано ли? Прямым образом. Ага. Прямейшим образом. Потому что я поняла, что я могу иметь дело с травмой. Собственной. Я могу иметь дело с травмой. Нет, с травмой. Я могу иметь дело с травмой. Люди мне рассказывают. Понятно, да. Я могу иметь дело с травмой. То есть я тоже иногда плачу, но я сама уже была в терапии, конечно. То есть я уже испытала, что это за процесс такой, да. Я пошла в терапию, когда я начала жить с Мишелем, потому что мне казалось, что я начинаю разыгрывать ту же самую роль. Той же самой русской женщиной, которая там начинает мыть посуду, там, знаете, готовить. Он, слава богу, был такой человек, я, кажется, уже Диме рассказывала, что я 30 лет не мыла посуду, потому что после нашего первого ужина, когда мы съехались, и я пошла мыть посуду, он меня так подошел, отодвинул и сказал, это не женское дело. Вот. Сейчас я ее опять мою, потому что Мишель болен. Но, в общем, мне хотелось проработать как-то, что это такое вообще происходит. И по странной счастливой случайности мои главные подружки, они тоже психотерапевты, психоаналитики. Вот. Это такая профессия частотная в Америке. Ну и вот я, значит, думала, что я буду этому американцу рассказывать свое детство в коммуналке Ленинградской. Что он там поймет. Но оказалось, что он все очень замечательно понимал, и я даже потом легла на кушетку. Вот. И, например, он ничего не говорил. Он классический фрейдист такой. Казался мне тогда, на самом деле, он лакан, ну, как сказать, последователь, большой специалист по лакану тоже. И он, значит, ничего не говорил. Вот твои там 50 минут, ты там что-то или говоришь, или не говоришь, или там что-то, да молчишь. Потом ты уходишь. И, наконец, я научилась спросить у него, Дэвид, вы понимаете, что я говорила? Вот. И так у нас, значит, какой-то ванник диалог в результате. И когда я там какие-то жалобы, там, жалобы Турка там ему исполняла, то он мне говорил, а что вы чувствуете, когда он это делает? А вы что чувствуете? Вы? Вы что чувствуете? Это тоже заняло очень большое количество времени, понять, что я чувствую. Вот. то есть, я думаю, что такая зарепрессированность, замороженность была очень сильная. На внутреннем, во внутренней жизни ты горишь, да, но во внешней жизни ты, у тебя даже нет языка на это. Поэтому, это, я думаю, что это вот совмещение, ну, как сказать, комбинация вот, вот моей собственной терапии и то, что я проработала с пережившими, и я много работала также с, до этого, с разными-разными эмигрантами, беженцами, например, с эритрийцами из Эфиопии. Это в моем детстве происходило, когда эритрию присоединили к Эфиопии с легкой руки Никита Сергеевича. Он вообще любил так землю раздавать, знаете. Вот. И он, и он, значит, не моргнув, это присоединил, и в эритрии начались сразу жуткие проблемы. С засухами там, в общем, как-то их начали индустриализировать, да. Вот. И они стали вымирать. И Америка их стала принимать. Потом, конечно, это были поляки, большое количество поляков, когда поставили Ярузельского власти. и солидарность. Ну, это был рабочий класс, люди чудесные такие, что меня в них поражало. Это не только какая-то стойкость такая, да, такая. Ну, то, что они все очень хорошо ели. Они умели пользоваться вилкой и ножом. А наш рабочий класс этого не умел тогда. Сейчас, наверное, умеет, но тогда не умел. А вот это поведение за столом такое, знаете. Потом у меня, конечно, поехали афганские беженцы. Это было очень страшно, потому что мой первый год в Америке, первый Новый год. Я просыпаюсь, включаю телевизор, все еще спят, советские танки в Афганистане. А я думаю, слава тебе, Господи, что я уехала. Вот. Значит, поехали афганские беженцы. Что это были за беженцы? Они были все в белом, цвет траура. И у них не было мужчин вообще. Это были или старики, или дети. А старики и дети, ну, женщины, да. Старики, дети и женщины. Они мне показывали фотографии. Но я, знаете, как-то это вообще, ведь это дико, да, вот приезжают афганские беженцы, кого они встречают, российского человека. Да. Доктор Живага, полный. Полный доктор Живага, но на каждом шагу просто, да. Да, это символично. Как ты себя чувствуешь? Ты им говоришь, что ты из России, или ты им не говоришь, что ты из России? Причем они мне показывали фотографии деревень, которые они покинули. Трупов сожженных там всякие, да. Страшно. Вот. Ну, всякие разные люди у меня были. Разные, самые-самые разные люди. Марин, Марин, я прошу прощения, просто я боюсь, что скоро уже это самое будет, ну да, просто, да, какое-то ощущение, что надо двигаться к завершению. А я еще хочу задать вот такой вопрос, и вам, и всем присутствующим, воспользовавшись, так сказать, вашими словами, как вы очень интересно говорили вначале о том, что Бродский, по-вашему, чуть ли был не первым, кто стал иначе говорить о смерти. Вот, да, стихо. Ну, и, разумеется, там поставили, значит, ну, Бродский это делал внутри уже такого советского контекста, да, значит, будучи, ну, ребенком войны, да, то есть, вот это, и я тоже помню, что тема смерти как бы замалчивалась, ну, так сказать, на таком бытовом, что ли, уровне, да, даже если умирал попугайчик, я помню эти рассказы, да, каких-то моих, там, что вот попугайчик в больнице, там что-то даже не говорили, не говорили ребенку, то, что умер попугайчик, да, я помню все эти истории, действительно, ну, там, ребенка могли не взять на похороны, бабушки, да, потому что, считалось, что нечего ребенку делать на похоронах, там, советские времена, и так далее, но, вот, неужели, я просто, мне кажется, что это удивительно, неужели, в советской, вот, ну, литературе, которая в то время писалась, и читалась, да, не было вот этой темы смерти, я просто не могу себе этого представить, ну, мне тоже, не было, ничего не, все окончилось, болезни смерти, все закончилось, все с реализмом, все с реализмом, все закончилось, был, как бы, признаваться, ну, неужели, так, Лен, Лен, или Италия, или кто-то, помогайте, неужели, Марина права, я просто, кажется, что не может там быть, Ну, вот так вот, сходу, сходу, кажется, что, да, Марина, ну, то есть, во-первых, сходу невозможно вспомнить что-либо, кроме героинских смертей, да, смерть была как утверждение жизни, чем удивителен Пастернак, да, что это была смерть, как состояние такое, экзистенциально-метафизическое, да, и она не имела никакого отношения к героизму, к какой-то победе, которую внутри себя она содержит, я сейчас не про христианство говорю, да, это была просто, вот, вот это было большое событие, да, которое переживается целиком человеком, да, что-то с ним происходит в этот момент, но, конечно, это уникальный случай, ну, я имею в виду в литературе 50-х, в частности. Я помню, я помню, каким, да, так сказать, радостью я читал, вот это, в докторе Живаго, что, собственно, вся культура, есть работа, но вы помните, да, или организация, да, по преодолению смерти, так сказать, да, это, и, конечно, 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 но и мы все читали. Я не хочу перебивать, я не хочу, Дима, перебивать, я хочу сказать, что вот это, я забыла этот момент, вот это впечатление от доктора Живаго, что то, о чем люди говорят в приватной жизни, на кухне, как они обсуждают там, кто умер в ГУЛАГе, например, кто погиб на войне, кто остался раненый, вот этих вот, например, раненых, которые свезли на Валаам из Ленинграда, я помню их, я помню этих людей, без ног, я помню этих трахейные глаза, они были моего роста, мне было пять, например, там были четыре, да, выходили с мамой на рынок, и вот эти люди, они сидели без ног на таких вот, передвигались, такие, да, дощечки, да, я их помню, вот то, о чем люди говорили приватно, и то, о чем можно было говорить публично, это было просто как две планеты, знаете, то есть вот эта личная жизнь, и публичная жизнь, она очень, публичная жизнь контролировалась идеологией, государством, вот этим всем аппаратом, да, вот, «Доктор Живанга», это такая вот какая-то книга, в которой вот этот личный нарратив, он оказался сильнее, а там есть немножечко таких, где-то вкрапливаний, там, каких-то публичных событий тоже, да, но это все, это все строго личный нарратив, вот эта книга их убила, они не могли это внести, это понятно, с этим я совершенно цель-то, абсолютно, потому что вот этот, например, издатель, ну это вы все знаете прекрасно, этот издатель, был итальянский, у него были права на издание Маркса Энгельса, он был коммунист, да, куда там, проверенный человек вообще, да, почему бы не напечатать, ну, да, 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 значит, ну давайте, может быть, да, какой-то буквально последний вопрос, и потом я хочу попросить Марину прочитать, хотя бы несколько, да, стихотворений. Да, мы присоединяемся, просьба к Марине прочитать стихотворения, конечно, если никто не готов, или о чем-то спросить. Если кто-то хочет еще что-то спросить, пожалуйста, у нас, я никого, так сказать, не подгоняю, но просто мне кажется, что уже нужно двигаться к стихам, ну, просто по какому-то темпу, ритму, так сказать, нашей встречи. Ну, Марин, вот, наверное, время, да, поэтому, если бы вы могли, мы были бы все очень благодарны. Ну, три стишка, можно три стишка? Я думаю, что да. У меня есть вот уже опубликованных несколько стихотворений, они называются «Речитативы для женского голоса». когда-то я думала написать либретто для оперы таких «Речитативы». они все еще иногда со мной случаются, эти такие монологи, что ли. «Речитативы для женского голоса». Она общалась само с собой, обращалась к себе, но ты. Ты почему здесь живешь, а не там? Ты почему этим занимаешься, а не тем? Экзамен на носу, срок подачи, дедлайн, почему ты читаешь постороннюю литературу? Почему ты это надела? Это давно уже никто не носит. Это тебе не идет, это старит, это для молодых, это выглядит вызывающе. Посмотри на себя в зеркало. Ты почему свои мнения высказываешь, когда тебя не спрашивают? Ты почему это ешь? Ты же знаешь, это же не полезно, а что не полезно, то вредно, не нужен тебе лишний вес, и зачем тебе худоба, одни кости и морщины? Ты зачем сюда приехала? Тебе здесь не место. Тебе место в другом месте. И там то же самое. Зачем ты туда приехала? Почему ты не зовешь гостей хотя бы иногда? Ты почему в гости не ходишь уже давно? Почему у тебя все время гости проходной двор, да еще с ночевкой? Ты зачем это пишешь? Кто это будет читать? Кому это интересно? Ты почему сидишь в гостях и рта не раскрываешь, когда другие несут ахинею? Ты почему спишь на ходу? Не выспалась, что ли? Ты почему встала так рано, ни свет, ни заря, когда все нормальные люди спят? Ты почему так поздно ложишься, что невозможно встать? Ты почему спишь на полу? У тебя что, денег нет на кровати? Ты почему не можешь своего ребенка сделать счастливым? Какая ты мать? Ты почему рта не закрываешь, когда чихаешь? Ну уж это неправда, скрывала. Замечательно. Отлично. Вот немножко воспоминания. Они никогда не опаздывали. Будильники звонили, они мгновенно спускали ноги с кровати. В постели не нежились. Закалка супер. Боялись опоздать на работу. Все делали загодя. Ведь долго ждать трамваи или автобусы, и вообще они могут не прийти. Но почему я не такая, как все спрашивали? Почему ты не такая? Никогда не болели. Только если температура 40, или когда надо вызывать скорую ложиться в больницу на операцию. Никогда не прогуливали работу. Только когда время умирать. Железная дисциплина. Всегда постелены и кровати. Чисто, подметено, поглажено, полнатерт. Женщина точно знает. Нужно бежать на кухню, готовить завтрак или ужин. Мужчина точно знает. Нужно вынести мусор. Ребенок уставился в стенку, там расписание уроков. Рефлексы Павлова. Плановое хозяйство, обеденный перерыв, организация труда, учительская ревизия, финанс-спектор. Знают, когда на рынок, когда в баню, когда уборка места общего пользования, когда 1 мая, 7 ноября, Новый год, дни рождения детей. Всегда заняты чем-то важным. Работой, варкой варенья, квартплатой, глажением брюк, чисткой ботинок, чувством долга, ответственности, штопкой, пришиванием пуговиц. Никаких отступлений отправил, нежеланий, радостей, на их лицах только забота, озабоченность, волнение за близких, ведь всякое может случиться. Ну, разве что вечером, бублик с маслом и чай с конфетой старт. В детстве я страшилась такой жизни автоматической, как заведенная пружина. Думала, если так жить, я точно зайду с ума. Лучше, пока маленькая, поскорее умереть. Лет пяти, шести, девяти, думала так, потом, всегда. Последнее я хочу прочесть стихотворение, называется «Парад 9 мая». Я его найду, вроде оно было сверху. Ну, очень спокойно, Марина, никакой спешки нет. Хорошо. Парад 9 мая. Да. Вот я такой легкой, потому что мне сейчас, через минуту, позвонит пациент. Да. Я не думаю, тогда есть. Тогда есть. Давай. Он может дождать, я его попрошу. Или послушаю. Парад 9 мая. Вот я такой лихой, веселый, прозебавший на балконе. Вот он звонит. А, вот он, да? Ага, да. Глеб, можно мы начнем буквально через пять минут? Если хотите, подождите, я читаю один текст по зуму. Хорошо? Спасибо. Называется Парад 9 мая. Давайте. Ага. Вот я такой лихой, веселый, прозебавший на балконе 42-го этажа. За мной, как в мультике, толпа из облаков простынной рвани, надутых шариков цыгане, лют голопус и глаза, дрейфующий на льдине с пеной на взбитых сливках, толстом мыле, маркиз, петрушек, париков, напудренных людовиков. Великое переселение народов-беженцев. Шли я в бинтах, повязках, на протезах, скользят по небу и рябит от пятен солнца с истребками. Вьюки и бленье овец, смотри, из шелка тибетейки, папахи, паранжи летят на фоне фрески вознесения, на крышах тепла в углах. Реклама дирижаблем с пастой огромным тюбиком висит, с бельгийским кружевом оружием и млечным запахом детей, растущих, годных к строевой. Вперед, товарищи, за мной! Вот бутафория трибуны, сквозь бедовые полевые кухонные пары стряпни и поварские колпаки мне непонятных экзекуций, я партизанам в маск-халате в секрет назначенном дышать и никого не выдавать. Ребята, не едаль за нами оставленных подкорки войн, сев на убой, сама за вой. Они узнают, что шпионом стою катафалков, о счастье гробовой доски, цветы и флаги за спиной, снабженцем армии чужой и рация моя со мной. Спасибо. Спасибо. большое всем огромное. Поделитесь моим силам. Спасибо. 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 приеду. Спасибо. Спасибо.